Здравствуйте девочки, здравствуйте мальчики, здравствуйте все кто любит машинное вязание. Добрый день милые дамы и уважаемые господа. С вами Светлана Амельян, Наталья Некрасова, соавтор проекта «Изба вязальная» где мы обучаем стремительному освоению вязальной машины с нуля. Сегодня у нас вязание посиделки, четверговые посиделки на которых мы вяжем незатейливые шапочки, те которые нам придут в голову и которые мы считаем позволить себе возможным поделиться, потому что для себя мы не вяжем, точнее мы не вяжем на заказ, мы вяжем ради удовольствия, для своего удовольствия. Поэтому шапочки, которые мы придумываем, они такие математические, где можно чуть-чуть поковыряться, подумать, поискать варианты, посмотреть, что будет лучше, что будет хуже. И именно этому посвящен наш проект, который называется «Связали-побежали». Сегодня у нас 50-я шапочка. Юбилейная шапочка. Юбилейная шапочка. И мне очень нравится, когда пишут, когда смотрят наши игральные посиделки, говорят, ну это ж так просто, это ж как не догадались. А вот не догадались. А мы догадались. Да. Потому что, как говорится, все гениально просто. Я не хочу сказать, что мы претендуем на такое звание, но когда вам кто-то это рассказал, то вы понимаете, как это просто. Но придумать и выбрать из возможностей вариантов очень тяжело. Потому что нужна интуиция, нужен опыт для того, чтобы представить это изделие до того, как оно связано, как оно будет смотреться. Да. А еще нужно отсутствие страха. Да. И поэтому для тех, у кого страх еще присутствует, мы вяжем эти шапки, чтобы вы могли хотя бы повторить, набрались опыта. Потому что опыт возникает, когда вы вяжете. Неважно, по своим эскизам либо по чужим, опыт нужно нарабатывать вот ручками, то есть вязанием. Вы когда свяжете по нашему уроку, все равно вы не сможете это повторить до петельки. У вас все равно будут какие-то свои отклонения, как Наталья говорит, закидоны. Вы их сможете проанализировать, если захотите. Но, если не захотите, значит, будете одну и ту же ошибку повторять. Потому что мы уже заметили, что как бы подробно видео мы не записывали, все равно его смотрят не основательно. Все равно какие-то куски пропускают. На минутку отвлекся и потерял какой-то… Да, да. И вы не знаете, в каком месте был тот нюанс, который очень важен. Потому что мы не можем на каждом слове делать внимание «А теперь обратите внимание сюда». Вот от этого будет зависеть, как шапка ваша. На шапке. Я же не показываю вам урок вязания шапки, я показываю вам схему шапки. Мы рисуем вам схему шапки. Это как раз та схема, за которой многие охотятся в интернете. Мы рисуем ее на вязальной машинке. То есть мы решили этот проект посвятить тому, что не записываем вам схему, сколько петель, сколько рядов, а мы провязываем вместе с вами, чтобы можно было еще в процессе вязания обратить на что-то внимание. И чтоб вы могли задать вопрос, если вам что-то непонятно, пока мы с вами… Да, да, да. Именно пока мы с вами вяжем. Ну, пожалуйста, передаю слово и дальше делаем. Слово забираю с мои руки и сейчас с вами будем провязывать шапку. Так, вяжем на вязальной машине Тильверитве 740, двухфантурная. Использовать будем исключительно две фантуры, никакой электроники, которая присутствует в этой машинке, мы использовать не будем, потому что для нашего проекта это не главное. У нас главное использование именно второй игольницы в ручном формате, потому что электроника есть не у всех, жаккарды мы вязать тоже не хотим, мы хотим вязать форму. Вот только включили, уже кому-то не нравится. Вот вопрос, что не нравится, когда еще только включена, когда только еще началась трансляция? Настроение плохое. Да, да, да. Девочки, не приходите… Кому-то лето не нравится, кому-то зима, кому-то вязание, а нам все нравится. Не занимайтесь творчеством в плохом настроении. Результат будет плохой. У нас настроение хорошее, поэтому надеюсь, что у нас шапочка получится. Шапочка у нас получится, как и все остальное. Потому что наш лозунг, чтобы вы не делали, что-нибудь у вас получится. Потому что если вы не зацикливаетесь на… там до каждой петли, если вы не боитесь экспериментировать, пробовать, у вас естественно все получится. А чтобы вы точно не боялись, чтобы точно у вас получился эксперимент, прошел удачно, не вяжите сразу из дорогой пряжи, сразу на продажу, на подарок. Сделайте макет. Посмотрите, как это получается. Что? Вот те самые подводные камни вязания, они есть в любом изделии. Посмотрите нюансы вязания. А проще всего это делать на недорогой пряжи, на которую собственно мы и вяжем. Я не поеду акрилу, я не рекламирую, я просто вам советую, такой жизненный совет, не вязать сразу из дорогой пряжи, чтобы вы не боялись и чтобы вы не портили дорогую пряжу. Портить не надо, переводить ее на ерунду не надо, на пробники. Пробники – это вот акрил. Это конкуренты. Анна, это не конкуренты. Конкурентам до нас дела нет. Потому что мы не считаем кого-то конкурентами, мы считаем партнерами, мы все занимаемся одним делом. Это люди, у которых плохое настроение. Я считаю, что добрыми делами нельзя в плохом настроении заниматься. Нельзя. Нельзя. Добра не будет. Да. Творческие девушки, они доброжелательные, благожелательные и все относятся друг к другу ловельно. А тут, ну, не хочу даже акцентироваться, это совсем не тема нашего занятия. Тема нашего занятия – акрил. Сейчас я вам расскажу про акрил. Почему акрил? Потому что не страшно, мы ее называем пряжей антистресс. Вот вы взяли этот акрил дешевый, копеечный, провязали на нем макет своей шапки, посмотрели, что получается, где подправили, где подтянуть, где не так петли лежат, какого размера, какой длины, на нем откорректировали, берете хорошую пряжу и уже по накатанному вяжете. Потому что, если вы сразу возьмете что-то дорогое, вам будет очень жалко и страшно. И когда человек вяжет в состоянии страха, что не получится, что испортит, что деньги потратит, что не понравится кому-то, ну, 90% что не получится. Страх он сковывает и руку, и голову. А акрил ничего не сковывает, его не жалко. Это бросовый материал, которым можно рисовать схему, что, собственно, мы и делаем. Поэтому вяжем из акрила. Это вязаная схема. То есть не рисованная, не сфотографированная, провязанная. Поэтому и берем. И еще мне в акриле нравится, что, во-первых, очень любят вязальные машинки, причем все. Видите, сильвер отлично вяжет, не споткнется нигде, потому что высокообъемная, очень равномерная пряжа, мягкая, вяжет с удовольствием, даже не слышно. Нева обожает эту пряжу. Получается отлично до тех пор, пока вы не начали носить или сильно запаривать. То есть акрил именно такой вот отработочный материал. И сама себя перебила, почему он мне еще нравится. Палитра цветовая. Невероятно. Такой палитры поискать в других каких-то пряжах. Здесь же заходишь, когда в этот магазин, мы его покупаем оптом, по оптовиков. И огромный стеллаж, все цвета радуги. Вот прям глаза разбегаются. Я просто знаю, что мне столько не надо, но вот эта хомячья жадность, которая знакома всем нам. Я хожу рядом и бью по рукам, да? Да. И провожу ревизию. Что выложим? Что выложим? Я набираю полную телегу с горкой. Ой, не могу, не могу. Нет, стоп. Мне столько, правда, не надо. Начинаем откладывать, кого же не надо. Хомяк знаком всем. Хомяк и жаба – это два соседа, которые живут в каждом из нас, и нам с ними периодически приходится бороться. То в одну сторону, то в другую. Итак, сегодня мы вяжем шапочку. Я даже не помню, как ты ее назвала. Завертушка. Завертушка. Была у нас, по-моему, одна завертушка. Сейчас будет, может, и другая. Я думаю, что девочки помогут на название придумать. На самом деле, я сейчас вышла из положения, я их нумерую. И все. Да. Это проще. Как в Америке. Стрит номер такая, стрит номер такая. Это все. А у нас шапка номер такой. С пятидесятой шапки давать название уже действительно не хватит слов. Поэтому, да. Пятидесятая шапочка. Завертушка. Хорошее название. Хорошее название. Резинка два на два. И дальше начинаются нюансы этой завертушки, которые мы будем разбирать по ходу работы. Поэтому я просто рассказываю к тем, что нам присоединяются новые девочки, что это за страшная схема. Эта схема моя личная. Я таким образом рисую все изделия, особенно простые, если они в ручном варианте просчитаны, как, например, шапка. И так, сто двадцать петель ширина, двадцать рядов длина. Провязываем резинку. Это обычное стандартное начало нашей шапки, резиночка, которую мы сейчас будем с вами вместе. Набираем стандартным способом. Абсолютно. Вот на таких посиделках мы, как правило, ничего нестандартного не делаем. Задача не вогнать вас в стресс, а наоборот, вынуть из этого стресса. Эта схема моя личная. Я таким образом рисую все изделия. Что-то я как-то звуки не отключила. Ты следи за своей работой. Да, да. Штурман, не отвлекайтесь. Штурман дам. Да. Я вот... Ой. Черт, мама. Выставляю резинку. Пока Наталья тут выставляет эту резинку, я хочу сказать, что в январе мы запускаем курс второй фантуры. И вот как раз сейчас мы с Натальей готовим презентацию и переписываем урок. Те, кто у нас проходил этот курс, мы каждый год вносим в него изменения, переделки. Вот в этот раз мы тоже очень много чего нового вносим. И именно одних резинок там какое-то неверенное количество. Вот вчера мы переписали, сколько там, 15 или 12 резинок. Души, я опять била со счетом. Да, ну много. Короче, резинок много. На самом деле, если вы думаете, что существует один на один, два на два, то на самом деле их много. Не только по тому, по количеству, сколько на сколько, но еще и модификации. Подробнее в этом презентации, когда будем запускать курс. Так. Сделали разбор два на два, как оно должно стоять. Провязывайте два ряда пустой кареткой. Обязательно проверю, что все иглы, которые стоят в заднем положении, там и стоят. Ничего никуда не мешает, не вылезает. Не забудьте краевые петли, чтобы у вас резинка, когда вы ее сошьете, не имела перекоса. То есть крайние иглы, во-первых, находятся на разных игольницах, во-вторых, там не по две петли, а по три, либо по одной, чтобы у вас резинка была совершенно четкая. И традиционный набор петель. Сдвигаем игольницы на положение H на пол шага и на один шаг в сторону. И у нас получается полноценная змейка. Ну вот в экране это не видно было, эти где-то там H и это? Ну как бы на слова я думаю, что... Ну слушайте, кто вяжет резинки, тот я думаю, что с этим уже разобрался. Кто не вяжет, добро пожаловать учиться. Потому что если не освоить резинку... Ну вот сейчас я даже акцентироваться на это не буду, потому что это самые простые дела. Если вы уже имеете две игольницы, вы наверняка уже вязали себе эти резинки. Итак, у меня плотность двойка. Я нулевую плотность не люблю на заработках, потому что она очень тугая. Ну вот у каждого свои нюансы. Опять же это... Кто как делает, тот так и делает. Так, делаем змейку. Хорошее название. Змейка. Да, мне тоже очень нравится. Так, гребенку мою любимую обрезанную. Гребенку я купила полноценную. На всю иголинцу я разрезала на две части. Теперь радостно ими пользуюсь. Очень мне нравится. Разрезала я ее. Жаба тебя не задушила. Нет. Вот ты знаешь, у меня жаба выборочная. Очень выборочная. Она там... Я думаю, что нужно все-таки животных содержать в этом... в согласии. Потому что идти на поводу не стоит. Трезвое нужно оценивать, а нужно вам это или не нужно. Вот эта гребенка сколько стоила? Тысяча рублей? Тысяча двести рублей. Вот. Мы понимаем, что если мы ее разрежем, то мы будем в два раза быстрее работать. Если мы не разрежем, то да, может быть она у вас на полную машину получится. Но она уже едет на полную машину. Она была на неполную. Мало ли у кого нет. Но в этом случае у вас будут проблемы, если вы вяжете какое-то маленькое изделие шапки. И вы тогда будете делать крабиками или еще чем-то равномерной оттяжки. Не будет. А здесь, если вы разрезали, вы можете и одну часть повесить, и вторую. Да, Витя? Ну, вообще в комплекте есть целые иголинцы. Если бы вы ее не заломали, не испортили. Мне эта иголинца нужна была исключительно для того, чтобы вязать наши шапки. Потому что использовать на всю иголинцу. Ну, не люблю я ее. И мне нужна была маленькая. Собственно, ради вот этой маленькой я ее и покупала. Обрезала, получаю массу удовольствия. Это носочки, маленькие шапочки, маленькие какие-то изделия. Мне очень нравится. Сделали заработок. Можете сейчас провязать два ряда. А можете вернуть все на место и провязывать уже круговые ряды. Поставить иглы назад. Ставлю плотность по четверке. Наталья, ну ты показывай. Если есть возможность. Потому что, когда иностранцы смотрят, они на словах-то не понимают. И провязываем два круговых ряда. Убираем круговые ряды. Ставим плотность шестерку-семерку. Поднимаем в переднее положение крайние иглы. А еще лучше все. Чтобы в машине было легче. Нам не видно, что у вас там происходит. Маленький кусочек видно только. А я ничего не могу сделать. Я подняла все иглы в переднее положение, чтобы в машине было легче провязать. Потому что после круговых рядов она, скорее всего, замнет полотно, но провяжет без удовольствия. Чтобы она провязала с удовольствием, все иглы в переднее положение и один общий ряд на семерке. Подтянули вниз грузики. У вас идеальное полотно. Еще раз проверьте, что провязались каждая игла. Что нигде у вас нет отверстий. Особенно это касается на крайних иглах. Потому что, если вы неправильно сделали заработок, у вас могут быть отверстия. Потому что две иглы рядом петлю не создадут. Ставлю рабочую плотность восьмерку. Счетчик обнулить. Девочки, присоединяйтесь. Доброе утро. Не буду вас всех перечислять по именам. Хорошо, что вы с нами. Мы очень рады, что вы нашли время присоединиться. И я надеюсь, что 50-я шапочка тоже пригодится вашему хозяйству. Потому что, мне кажется, она простейшая, но в ней такая завертушка будет. Ну давай, свежим потом будет завертушка. У тебя, по-моему, все висит. Итак, 20 рядов мы с вами должны провязать вот этой резинкой, которую мы сейчас разобрали. Спокойно, щетчик на угле. Плотность поставлена. Иглы выставлены. Все. 20 рядов. Периодически подтягивайте полотно вниз, потому что, если оно будет задираться, у вас заступорит. А периодически это как? После каждого ряда? Ну, как только вы видите, что немножко не натянуты петли. Вы видите, что они приподнимаются. Иногда бывает... Пряжа пышная, да? Она разбирает. Иногда бывают проблемы в том, что гребенка застревает между угольницами. Она как бы набивается туда вместе с пряжей. И вот это все стоит между двумя полотнами. Если вы не опустите полотно с гребенкой вниз, у вас просто хорошо, если не заломаете каретку. Потому что вот здесь вот все это приподнимается, петли не провязываются. Зачем? Когда полотно уже опустилось вниз, оно само себя будет подтягивать. А в самом начале не хватает силы подтянуть вот эти вот петли за... Ну, как младенце. Даже пока он маленький, его нужно контролировать. Провязали 20 рядов. Я думала, что для резинки, для нашей этого достаточно. И сейчас мы перекидываем петли с одной игольницы на другую. То есть формируем уже, собственно, узор нашей шапки. Мы сейчас с вами провязали до вот этого места. Сейчас перекидываем игольницу и вяжем второе полотно. Во втором полотне будет нюанс, до которого мы с вами еще не дошли. И сначала перекидываем петли. Петли, обратите внимание, мы решили не делать просто кулирку. Мы просто хотим разнообразить наше полотно. Поэтому кое-где сделаем изнаночные рядочки. Основные петли я перекину, но кое-где оставлю, чтобы просто разнообразить. Ну, чтобы шапка была не монотонная. На самом деле, можно... Вы увидите по результату, что можно и было вообще делать кулиркой. Можно было все резинкой сделать. Но вот нам кажется, что вот в таком виде она будет смотреться лучше. Посмотрим по итогу, потому что мы еще тоже не провязывали. А у нас еще нету. То есть есть только эскиз. Так, для того, чтобы мне сделать хороший красивый шов. Потому что шов у меня планируется не в традиционном месте. Я оставляю по краю. Здесь вот у меня три иглы. Одна из них на сшивание. Вот все три я оставляю вот здесь, на передней гольте. Потому что основное полотно у меня идет на задней. То есть лицо пойдет именно с традиционной стороны. Здесь у меня будет дорожка. Именно для того, чтобы потом войти хорошо в шов. Поэтому оставляю их и, исходя уже из этой дорожки, делаю пересадки. Помимо того... Так, ну где мне тут их оставлять? Раз через десять, наверное. Ты это очень, наверное, часто оставляешь. Я еще ничего не оставляю. Ну вот так вот, да? И вот это. Да, да, да. Раз, два, три и вот это. Так, раз, два, три. Убираем, четвертую оставляем. Часто... Можете часто, можете вообще резинку оставить на месте. Ну все в ваше место. Мне кажется, по итогам увидите, что резинка просто будет не так видна. Она будет не видна, возможно. И будет очень толстая. Здесь не нужно делать объемное полотно. То есть сильные объемы в данном конкретном изделии нам не сильно нужны. Так, раз, два, три. Девочки, не забывайте ставить лайки и дизлайки. Мы уже убедились в том, что дизлайки ставят не те, кому что-то не нравится, непонятно, а те, у кого плохое настроение. Поэтому, ну что делать? Ну если плохое настроение, ну поделитесь с нами. Нас так много, что мы попробуем его исправить. Попробуйте что-нибудь связать, и у вас исправится настроение. Мы можем только повязать, посоветовать, а ваше дело... Так, нюанс. Я не сочувствую людям, которые ставят дизлайки. С плохим настроением каждый справляется сам. Я со своим настроением справляюсь и желаю вам сам справиться. Поэтому даже не хочу о них думать. Мы думаем о тех, у кого хорошее настроение, и кто хочет взять себе такую шапку. Нюанс. Я буду делать пересадки не до конца, а три четверти. То есть я делю мою шапку на четыре части, на три или на четыре. Тут плюс-минус, на самом деле, не столь важен. Если шапка большая, то можно и треть. Если маленькая, то можно четверть. Что это такое? Почему видим в конце? Учитывая, что никто прямо сейчас с нами не вяжет, вам вообще без разницы. Главное посмотреть результаты, где эти нюансы, собственно, были. Поэтому четверть. Четверть на ста двадцати – это, насколько я помню… Тридцать. Четверть, если это, то тридцать. Ну вот я, как великий математик, написала одна четверть и сорок петель. Ну вот так. Я так вижу. Я так вижу. Поэтому, как написала сорок петель, посчитала сорок… Вот ты знаешь, у тебя может быть математическое мышление, выходящее за рамки традиции. Когда Лобачевский, у него там эти параллельные линии пересеклись, нам это не представить. Вот у тебя тоже… У меня свой подход, и я вижу немножко по-другому. Да. И теперь, исходя из своего вот этого опыта, я так лижу, я перестала… Начала спокойнее относиться к чужому видению, скажем так. Потому что, если человек в себе, если он понимает, что он делает, значит, действительно, в этом, наверное, что-то есть. Ему так удобно и для него так правильно. Ну и хорошо. Не надо ни на кого наезжать и чего-то там требовать. Мне вот интересно, у меня ребенок сейчас писал контрольную и решил задачу, но нетрадиционным способом. Что поставит, еще неизвестно? Что поставит и как учительница на это отреагирует. То есть он решил не так, как решили. А решение… Решение верно? Решение верно, но решение совсем не так, как делали и как объясняли. Он интересуется математикой, он лазит по интернету, смотрит всякие задачки. И очень радуется, когда находят какие-то необычные Слушай, экспериментатор. Значит, семья, вот вежда, твои гены передали. Поэтому мне очень интересно, там, наверное, не мои гены, все-таки, а папины. Потому что папа у нас технарь. Я вообще непонятно кто-то. Есть технарь, а есть экспериментатор. Разные вещи. И вот мне интересен теперь, как учителя учат наших детей. Чему так? Мне не то перенесло. Учит думать. Мне кажется, что у нас костное смышление. Нам кажется, что школа у нас такая отсталая, там, еще что-то. Я смотрю сейчас, как учителя преподают. Они молодые, они активные, они веселые. Они активные, они другие. Да, да. Она с ними шутит, она веселится с ними. Но при этом они понимают предмет. Вот когда мрачная тетка с топором сидит и всех там рубит, никто не хочет. Слушай, я не знаю. Вот у меня учительница по математике была. Я математику обожала. Понимаешь? Вот она ее… Я не знаю, как другие. Я просто… Вот мы с ней были на одной волне. Она меня настолько поддерживала. Она меня все время как-то вот подталкивала. Я даже вот не понимаю, почему я эту математику любила. Но вот, знаешь, она надо мной не то, что как курица. Но как-то вот она у меня, она шла и это, как будто вот впереди дорогу открывала. Хотя тетка была пожилая, пожилая была. Я помню Галину Алексеевну. Я даже помню твою учительницу. Да. Мы в одной школе учились. Поэтому помню. Чудеса такие. Обычно я ничего не помню. У меня очень показательный пример. Я как-то физику не знаю. Я до сих пор не понимаю, почему самолет с крыльями не марско долетает. Вот мой уровень познания физики. Но когда у нас наша учительница, я помню, заболела и пришел молодой физик на месяц практикант, нам все стало понятно. И почему летает, и почему не машет. Ну, как только она вернулась, опять все встало на свои места и пошло по нарезу накатанным. Поэтому от учителя зависит очень много. Ну, это, конечно, прописная истина, как все знают. Итак, что мы сделали? Мы оставили несколько дорожек, пока тут разговаривали про физику. Ставим все иглы в переднее положение. Это обязательно читать. Так. 40 петель, о которых я говорила. Они идут без дорожек. Они идут сами по себе. Вот они на основной игольнице. Несколько дорожек оставила. Могу не оставлять. Могу оставлять. Вообще на ваше усмотрение. Можно было вообще кулеркой завязать. Но так. Просто, чтобы разнообразить. И провязываю пару рядов на вот этом всем добре, что мы с вами создали. Но сначала обнуляю счетчик. Потому что мне нужно будет провязать 160 рядов. Все как-то в разные стороны. 160 рядов. Из них, вот то, что мы сейчас пару рядов с вами провяжем, они будут уже идти в расчет вязания. В принципе, можно было оставить счетчик и провязать 180. Вообще не важно. Потому что больше ничего мы делать не будем. Но 160 так 160. Ставлю плотность 10-8. На основной 10, чтобы порыхлее было. И на второй оставляю восьмерку. Потому что мне не нужно, чтобы вот эти вот петельки были порыхленькими. Все. Все настроили. Два ряда провязываю. Два на всех иголках. Аккуратно, осторожно. Потому что как только у нас хоть какая-то смена, хоть чего-то происходит, не рвем каретку, не бежим. Потому что, может быть, вы не туда выставили иглу, может быть, еще что-то. И посмотреть, что все нормально провязалось, тогда быть уже на скорость. Отлично. Все здесь провязано. И все здесь провязано. Так, а теперь главный нюанс нашего изделия. Мне нужно... Вот у меня сорок одна четверть. Или тридцать, или сорок. Кто как посчитал. У кого на что спасать. Посмотрите, хватает. Насколько можете разделить. Да. Иглу. Ставлю в переднее положение всех. Кроме вот этих выделенных в одну четверть. Одна четверть, у кого она какая. У всех она разная. Вот на этих иголках я сейчас провяжу несколько рядов другим цветом. Сейчас убираю основную нить из полотна, из машинки. Загибаю ее назад. Вот она. И провязываю парочку рядов другим цветом. Беру любой, какой попался. Вот такой уберу. И только на этих петлях. Частичное вязание обязательно включить. Вот это единственная сложность в этой шапке. Вот то, что мы сейчас делаем, это единственная сложность. Все остальное, это квадратная шапка. Ничего в ней такого нет. Но вот изюминка, особенность этой шапки именно в этой технологии. Конечно, эту шапку можно было бы связать по-другому. Но мы сейчас делаем так. Да, мы решили, что в этом случае будет она более комфортно сидеть на голове и лучше смотреться. То есть нам придется потратить побольше времени, но зато она будет более презентабельная, скажем так. Более профессионально выполненная. Так, раз-два. Провязываю один ряд катушкой. Ну вот такая вот сложность, потому что мне придется все это дело разделять. И я помогаю себе. Сейчас мне сложнее, но я себе облегчаю работу на момент сборки. Вот катушечная нить контрастного цвета, чтобы легко было отделить отрезание. Все туда же. Очень аккуратно. Провязываете один, ну два. Все, у меня уже было одно. А ее легко будет вынуть, если она два раза? Очень легко. Нормальный адрес просто еще. Ставлю обратно рыжую. Но рыжую желательно подтянуть, чтобы она имела петлю. Потому что мы будем ее отрезать. И чтобы она не была в натяг. Я ее сейчас немножко. Три. Делаю петлю лишнюю и пару рядов провязываю рыжей. Раз. Два. Все. Отрезаю рыжую. Отрезала все хвостики. Убираю все грузики, которые у меня тут в большом количестве висят. Опускаю все вниз, чтобы оно мне не мешало. У меня здесь лишнее полотно провязано. Завзав пишет. Я закончила авиационный институт. И то не могу понять, как самолеты летают. Значит, мы с тобой не начали от жизни. От физики. Да. А я думала, что это я такая. Светлана говорит. Вы пугаете. Мы и так уже перестаем летать и ездим поездом. Девчонки, что делать? А поезда, которые с рельсов по непонятной причине сходят. Я не понимаю, как они по рельсам поднимаются в горку на скользких рельсах. Тут можно любой вопрос задать. Так. Мы сделали самое главное. Подтяните вот это все. Можно даже дополнительный грузик подвесить. Потому что сейчас, когда мы начнем, мы немножко провяжем, полотно выровняется. Но вот эта вот часть, она может быть тяжеловата. Поставьте ее в переднее положение. И спокойно начинаем вязать. Я вспоминаю свой первый осознанный полет на самолете. Вот не знаю почему-то. Мы в детстве очень часто летали. У нас отец из Украины. Поэтому добираться туда 3 дня было как бы утомительно. Поэтому летали на самолете. И свое первое впечатление. Я помню то, что вместе со мной в самолете летела группа каких-то иностранных туристов, которые были все в одинаковых шарфах. Не помню. То ли в желтых, то ли в салатных таких. Ну, в общем, какого-то такого ядовитого цвета. А так как у нас тогда была холодная война, то от всех иностранцев ждали… В холодная война. В холодная война, называется. В состоянии. Когда всех иностранцев считали шпионами и врагами. И я думала, враги. Это секта летит. Представляете, что в голову делалось? Да. Ребенок был зазомбирован. Вообще. Я так боялась. Я боялась не того, что там в самолете летят, а то, что рядом со мной какие-то сектанты летят. Шпионы и прочее. Политика – это кошмарное дело. Всех политиков на отдельную планету. А я помню, когда мы летели. В Украине было плюс 20, а когда мы прилетели сюда, здесь минус 20. И вот это все прыгали, пытались согреться в аэропорту. Была ночь, естественно, ни метро, ни транспорта. В общем, а так не бывает, что плюс 20 минус 20. Ну, не 20, но там был плюс, а здесь какие-то дикие морозы. В общем, мы получили массу впечатлений. Я до сих пор помню, что отец снял шарф, замотал мне ноги, потому что я мерзла. И воспоминание такое воробьи. Они подлетали к людям и ложились на бочок. Потому что им было так холодно. Они просили изгреться. Ужасно. Ужасные морозы какие-то. Так, собственно, теперь мне осталось 158 рядов. И я никому не дам слова сказать. Я сейчас буду греметь. Пойдите попейте чаю 5 минут. Самое главное, посмотрите, чтобы у вас все прихватилось. Потому что вот эта вот лишняя надвязка, которую мы только что выполнили, она может вам помешать. Я, кстати, желтую не натянула, а тоже через... На желтую нить подвесила крючок, чтобы она растянулась. И когда мы все это зашьем, мы просто завяжем узелок, и у нас полотно как бы схлопнется. Потому что если этого не сделать, вы зажим тут себе создадите. Будет некрасиво. Нюансы, нюансы, нюансы. Я ничего не подняла. Я надеюсь, что вы не поняли. А тебе и не надо. Ты все равно эту шапку вязать не будешь. Тебе и не обязательно. В общем, 150 рядов. Идите попейте чаю, как-то освежитесь. Далее. Продолжение следует... 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 Ну, пока Наталья тут все это переодевает, я напомню о том, что все-таки у нас двухантурные вязальные посиделки и все шапочки, которые мы связали в этом проекте, а эта шапочка у нас пятидесятая в этом году. Представляешь, за год, значит, мы можем 50 шапок связать. Вот. Вы можете найти... Ну, получается 25 раз перемешку с носками уже. Носков мы связали только двое. Как 25-то? Ну, если ты говоришь за год, мы можем связать 50 шапок. Ну, за этот год мы связали 50 шапок. Мы вязали только шапки. Мы вязали только шапки. Да. За год мы можем связать... Если раз в неделю мы вяжем шапку, то можем связать 50 шапок. Так вот, эти шапочки находятся в нашем плейлисте на нашем YouTube-канале. Кстати, вчера у нас перевалил YouTube-канал за 24 тысячи. Мы с Натальей порадовались. Это похлебали валерьянки, да? Да. Что еще похлебать на ночь? Порадовались тем, что растет количество подписчиков, поэтому не забывайте подписываться, не забывайте ставить лайки и смотреть наши вязальные посиделки, которые находятся в плейлисте двухконтурной посиделки. Подписывайтесь на наш канал, потому что мы делаем свою работу для вас. Нам эти шапочки в таком количестве не нужны. Тем более из акрила, тем более на ампутированную голову. Исключительно вяжем для головы. Голова маленькая. Светлана так страшно это сказала. На самом деле у нас манекен, это детская головка маленькая совсем. То есть эти шапки не подходят вообще никому. Даже в акриловом виде их носить все равно не получается. Шапка имеет форму не детскую, а женскую все-таки. А голова совсем маленькая, поэтому носить их не может никто. Шапки вяжутся исключительно из любви к искусству. Посмотрите, как получится. Вот эта шапка придумывалась для того, чтобы протестировать один из приемов. Мы его тоже не делали. Мы его вчера в 11 часов как раз обсудили. Я ушла все отваривать, потому что без отваривания мне будет очень сложно. Я буду развлекать. Напоминаю, что кроме четверговых посиделок у нас еще существуют вторниковые посиделки. В этот вторник мы вязали вот такую вот свинюшку. На самом деле сфотографировать ее достойно мне не удалось, потому что она очень маленькая и ее нужно было специально в софтбокс или еще что-то. Мне возиться не хотелось, поэтому я сделала фотографию. как получилось, так получилось. То есть вот эти очаровательные ножки, балетные кривые, вот они как бы у меня не сильно были видны, но зато пачка удалась. и мы с вами, точнее, мы с нашими участниками вязали на посиделках, так, сейчас момент, найду где у меня, вот, сейчас посмотрим, что да, что мы вязали несколько свинок, свинка номер один, и вот огромное количество свинок, нет, это свинка номер два, свинка с толстым пузиком и колобок, у которого, вот, колобок, у которого пятачок. То есть мы придумали форму такую, которая может быть и как голова, и отдельно с ушами, и как целый тулович, то есть как бы как уже готовая свинка. Вот такое универсальное произведение, и мы сейчас вяжем треть, точнее, связали третью свинку, а в проекте у нас еще четвертая свинка. И у себя на странице ВКонтакте, в нашей группе ВКонтакте я провожу опрос, нужна ли вам еще свинка, то есть нужны ли вам еще какие-то дополнительные свинки, или остановимся на трех. И я как провокатор, как человек, которому как бы очень хочется, чтобы запустилось какое-то мышление, я задала вопросы, сейчас я четко прочитаю даже, что у меня здесь в опросе. Так, 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 не найду. Нужно ли вам еще одну свинку, или надо, достаточно, и три уже перебор. Сейчас попробую, может быть это будет видно. Да, это уже видно. Так вот, надо достаточно, это уже перебор. И как видите, проголосовала 57% за то, что надо. То, что три свинки достаточно, достаточно, 26%, и три это уже и так перебор, 16%. То есть, я даже не понимаю, у людей нет необходимости вязать сувениры, нет необходимости кому-то что-то дарить. То есть, либо уже все закуплено, и поэтому, вот Наталья уже возвращается, и поэтому этих свинок вообще совершенно не надо. Наталья, либо это такое мрачное состояние, что нам свинок и вообще игрушки не нужны, нам нужны серьезные вещи. Вот не знаю, но оказалось, что 50% населения считает, что свинки и двух достаточно, а трех уже вообще, вообще это перебор. Не надо нам эти позитивные игрушки, это все-таки не серьезное дело. Сдвиньте брови. Так, сдвиньте брови. Машинку переводить на такие не серьезные вещи. Так, вот то, что мы с вами навязали, это отверстие, а-ля отверстие, которое мы будем, естественно, закрывать. вот наши эти рисочки, вот шапка, можно определиться. Вот на данный, вот прямо сейчас, всю минуту можно определиться, хотим, где сделать лицо, где будем делать тазер, либо с этой стороны, либо с этой стороны. Ну, как тебе, исходя из этого? Мне вообще все равно. Ну, можно вот так и оставить, собственно. Можно и так оставить. Оставляем. Да. Оставляем, оставляем, потому что, на самом деле, это не суть важная. Ну, я тебе хочу сказать, что вот я боюсь, что будет не видно, вот когда мы ее оденем, наверное, не видно. Давай вот эту сделаем. Ну, давай вот эту сделаем. Так, оставляем изнанку, значит, изнанка. Это у нас лицо. Посмотрим по результату, что получится. Вы сами приняете решение. Я считаю, что вот так оставим. Будет фактурнее. Лицом внутрь и просто зашиваем эту шапку. Просто зашиваем, зашиваем. Так, вкладываю по резинке. Естественно, прежде чем мы что-то зашиваем, мы это все скалываем. Обязательно на глазок. Никогда ничего не делайте. Глазок, как правило, подводит в этом вопросе. Ну, вот так вот по свинкам. Я уже нашла одну из наших свинок, точнее, по мастер-классу свинка. И спонсор нашего визуального марафона Шарфей проводит конкурс по свинкам. И я захожу в этот альбом и, батюшки, вижу свинку, связанную по нашему мастер-классу. Вот она прямо на конкурс уже участвует. Но, когда человек первый прислал, это уже прикольно и удивляет. Надо же, какая идея прикольная. Когда таких свинок будет 15, я думаю, что уже будет проблема, когда будем выбирать из одинаковых свинок. Поэтому, если вы будете вязать на конкурс, а там какое-то время ограниченное, то вносите изменения. Делайте, не знаю, бусики, конечки, что-то такое, подарки, юбочку делайте, другую шапку, может быть другую, муфточку или еще что-то. Потому что, если вы четко следуете мастер-классу, то вы понимаете, когда поле черных ворон и среди них одна белая, то ровно белую ворону и увидят. Если же, наоборот, белые лебеди, а среди них там черный орел ходит, то ровно увидят того, кто отличается. И не важно, красивый он или некрасивый. Обращать внимание ровно на того, который не такой, как другие. Потому что проще выбрать. Да, проще выбрать. Когда у нас в магазинах ничего не было, то ты приходишь и берешь, что есть. Когда можно было выбрать раз-два, уже как бы появлялась выбор и надо было идти с кем-то, кто бы мог тебе дать эту трезвую оценку. Сейчас, когда такое многообразие, что ты не понимаешь, на что ориентироваться, на деньги, на моду, на свой вкус, на вкус того, кто с тобой пошел. Когда там 15-20 изделий можно сразу выбрать, даже в маленькие магазинчики, в маленькие эти лавочки, достаточно опытные там уже закупщики эти байеры, то стоишь и вот как бы, ну, не знаю, 10 платьев, но ты среди них стоишь и вот одно померил, другое померил. Но я проходила курсы стилистов и меня стилист научила, как делать отбор. Она говорит, что первоначально фильтруем изделие на то, что это нравится сильно, это нравится, ну, как бы, это, ну, как бы так, фильтруем на две части. Потом из той части, которая сильно нравится, начинаем фильтровать. То есть, когда вы прошли какой-то круг, то у вас уже есть понимание, а что, собственно говоря, есть и как оно на вас сидит. А еще хорошо бы знать, для какого события вы покупаете. Ну, само собой, обычно мы покупаем не просто так, потому что деньги в кармане, а все-таки под какое-то событие. И второй раз вы уже из тех изделий, которые вам понравились, вот прям очень-очень, вы начинаете точно так же трезво оценивать, это нравится очень, а это не очень. И так вот вы доходите до того, что у вас остается одно или две вещи, которые вы говорите, да, вот точно. Вот у меня обычно получается, я прихожу к двум вещам, из которых не могу выбрать. И я тогда принимаю решение, что беру обе, потому что уже многократно это было, что купишь одну вещь и потом понимаешь, что, ну, а вот та-то, наверное, лучше была, вот зря я ее не купила. Вот чтобы этого не было, вот я пришла к решению, что ни в коем случае нельзя себя ругать, что ты там неправильно поступила. Я поступила правильно, я поступила мудро. Это вложение в мое будущее, в мое хорошее настроение. В мой внешний вид. В мой внешний вид, да. То есть если вы придете к такому же поступку, ну, к такому же решению, то просто вы в следующий раз не идете, платье это не покупаете. Вы за один раз купили два платья. Все, вы решили свою проблему на два раза вперед. Постарайтесь себя не трепать, что вы потратили денежку. Вы сделали вложение. Вложение, да-да-да. То есть это можно двояк. Ой, я потратила все деньги. Капитализация. Да, но с другой стороны я такая красивая теперь. Немножки заработаем, а красота вот она уже есть. А красота уже есть сейчас, да. Я зашиваю шов. И еще одно из, один из секретов шоппинга мне посоветовала вот стилист, в том, что бери человека, которому ты доверяешь. Потому что продавцов спрашивать, идет мне или не идет, они всплескивают. Вам идет даже грязный картофельный мешок. Да, они всплескивают руками и говорят, как подчеркивают вашу фигуру, как прямо на вас сидит, как влитое. У них одна задача, у вас другая задача. У вас задача быть красивой, у них задача продать что-нибудь, кому-нибудь, неважно как, со скидкой, без скидки. Поэтому берите человека, которому вы доверяете, вкусу которого вы доверяете. Не тому, который тебе скажет, не трать деньги, тебе это не идет, а человеку, который действительно скажет, стоит или не стоит, морщит сзади, не морщит, попа увеличилась или уменьшилась. То есть в зависимости от того, какую вы задачу ставите на покупку платья, чтобы попа была больше или попа была меньше. Вот человек вам конкретно скажет… Да, и не берите мужа, который закатит глаза, да нормально. Да нормально. Это единственное, что они знают. К сожалению. То есть даже если вы берете платье для мужа, возьмите подругу, которой вы доверяете. Потому что мужья все-таки в женских платьях не сильно разбираются, если это не особые мужчины. Ему либо нравится все, либо он не понимает, в чем нюанс. Это платье. Это платье. Чего еще? Ты хотела платье? А никто такой, да? Жена надела противоказ к мужу, значит, это подходит. А он говорит, ты что, брови выщипала, что ли? Вот это из этой серии. Мужья не понимают нюансов. И не потому, что они злые такие, они просто другие. Да. Это вот как мы с вами обсуждали физику и математику. Почему самолеты крыльями не машут? Да не машут. Ну не машут и все. И все, да. Махать нечем, да. Не машут и все. Это уже ирала, что ли. Боже мой. Откуда у меня вот это вот? Из глубокого детства вот это вот у меня позднюю осень грачи улетели. Еще раз. Позднюю осень грачи улетели. Ну почему улетели-то? А им клевать нечем. Все замерли. Ждут, что дальше. А мы до секрета еще не дошли, поэтому вы можете обсудить что-нибудь про самолеты, про вертолеты, про что-нибудь. Мы зашиваем. Потому что в принципе можно было связать трубой и проблема была бы решена быстрее. Но мы сделали изнаночные дорожки. Поэтому и не забывайте подписываться на наш канал, если вы случайно попали на эту трансляцию, потому что на нашем канале регулярно выкладываются новые видео. А также мы с Натальей три года копили видео. Мы с Натальей придерживались немножко другой политики, когда видео после трансляции закрывались для того, чтобы те, кому нужно, они вязали, не копили, не откладывали идеи на будущее. Сейчас мы решили видео за три года открыть, и поэтому каждый день я открываю какое-то новое видео, и вы можете его смотреть. Они помещаются в различные плейлисты. У нас на канале несколько плейлистов. В том числе у нас появился новый плейлист, который называется «Одежки для ножки». В нем мы вяжем исключительно следочки и носочки. Пока у нас всего два мастер-класса прошло, но канал будет пополняться. Заходите, смотрите. Плейлист по шапочкам «Связали-побежали». Если бы мы изначально планировали носочки для ножки, то мы бы, конечно, вот это название «Связали-побежали» оставили именно для носочков. Также у нас есть канал «Хитрости вязания», в котором мы рассказываем о совершенно неожиданных секретах, которые не публикуются, на которые, в принципе, даже очень многие вязальщицы не знают. Не то, что там их скрывают, их просто даже не знают. Поэтому в этом плейлисте видео с максимальным количеством лайков при небольшом количестве просмотров. Потому что там действительно смотрят нюансы те, кто говорят, что никогда бы в голову это даже не пришло, но насколько это сильно улучшает, продвигает и прочее в процессе машинного вязания. Поэтому заходите, подписывайтесь на наш канал, смотрите плейлисты. Так, вот сейчас мы будем творить… Болоклава какая-то. Нет. Ну да. Нет. Нет. Я еще не решила. Грачи улетели. Так. Вот понятно, что это отверстие, которое мы должны будем зашить. Мы таким вот образом… Если бы я закрыла, открыла, то есть вот таким образом сделала бы это отверстие, мне пришлось бы каким… что-то видите, улетели… Теперь каким образом, каким образом… Мне пришлось бы делать оттяжку дополнительную. А это лишнее телодвижение, лишнее усилие, которое нам совершенно ни к чему. Поэтому, если вам нужно отверстие технологическое, провязывайте его таким способом и у вас оттяжка идет общее, ничего не меняется и не нужно закрывать, открывать петли, навешивать дополнительные гребенки. У вас все будет оттянуто на одну гребенку. Это гораздо удобнее, практичнее. Верхушка. Верхушку мы не закрывали, она на открытых петлях практически, но петли не открыты, они на веревочке. Это тоже один из элементов, который не утяжеляет полотно, потому что если бы я сейчас закрыла косичкой, у меня покрашу бы такой грубый рубец, который мне мог бы мешать, а мог бы не мешать. Вообще, у меня есть возможность полотно подтянуть, что, собственно, я и делаю. При таком способе мне не нужно, чтобы верхушка была не стянута в узелок, не растянута, не имела какого-то грубого рубца. А ты его не парила, да? Парила. Вот он. Он сразу чуть-чуть загибается. Так, и теперь, смотрите, мы сейчас с вами все сложим, потом пойдем зашивать. Ну, вставай, помогай. Куда? А, складывать будем. Подожди, а ты не сначала одеваешь? Мы сейчас завернем, приколем булавкой, тогда надену. А, а я не знаю. Ну, давайте, что мне нужно делать? Что от меня нужно делать? А тебя вот заверни. Ты мне вчера получал очень сильно. Вот и все. Думаешь, вот так? Да, вот так. Еще раз. Мы просто заворачиваем, делаем узел раз, узел два, и опускаем наше полотно. Можно, на самом деле, можно и один раз, но тогда будет как бы ничего. Нет, ничего ничего. Да, поэтому делаем два раза, вот. И, причем, мы можем его еще и со сдвигом с каким-нибудь, то есть, как бы, не так, как ты сложила, вот так вот, а вот так, например, вот так вот, и вот перевернули. Все. Получили? Вот она получилась такая. Да. Не сильно загнутая, но в то же время, вот видно, что... Количество петель. Вот смотрите, у меня, видите, 40 петель. Для того, чтобы вот это полотно соединить, можно было бы его соединить меньше, но, видите, будет морщить, будет тяжко. Больше, ну, можно и больше на пол шапки растянуть. В принципе, тоже неплохо. Но сделали на одну треть и хорошо. И как ты будешь делать? Убавки или припосаживать? Припосаживать какие убавки? Я ничего не буду делать. У меня на нитке достаточно зацепить, вот здесь вот и закрыть, и все. Хорошо, хорошо. Нет, просто можно сделать складки, а можно сделать припосадки. Мы будем делать припосадку, потому что в вязании вот здесь вот складки будут меньше. Слушай, а ты хочешь и нижнюю и верхнюю припосаживать? Просто можно вот это сделать, а вот это вот складками заложить, то есть как бы вот. Так, как угодно, отлично. учитывая что это наша лицевая то есть в одну сторону в другую сторону заложить вот нижняя у нас остается до 1 в 1 на верхнюю мы закрутим и и будет у нас эти еще дополнительные какие-то так как прикалываем к одной стороне чтобы они не сейчас я не буду вмешиваться потому что я вот небо боюсь сбить тебе тебе понятно как это делать я тебе идею дала там как бы уже дальше ты как считаешь нужно вот еще раз хочу обратить внимание вы видите что у нас идет творческий процесс то есть эта шапка не была провязана эту шапку мы вот как бы сочинили на ходу в воскресенье я выслала всем кто подписан в нашу рассылку на нашем сайте шапочку которую мы вязали три года назад шапка со складкой на затылке эта шапка вот в точности такая же за исключением того что мы не делали вот этого переворота мы там вязали прямое полотно которое потом надевали на резинку и как бы зашивали у нас внизу получалась резинка то есть как бы мы соединяли пополам шапка получилась очень прикольная затылок был такой тройной потому что два слоя от верхней трубы и один слой от от самой шапки и вот мы решили связать продолжение потому что любая идея которую мы приносим в этот мир она как бы сразу же дает несколько вариантов развития и можно либо супер так теперь можно да по-разному это все интерпретировать но теперь понятно что мне нужно всего лишь это все зашить то есть вот петли петли и вот для чего мне нужно было было отверстие вот она вот так я сейчас буду надевать для этого я сейчас сдираю катушку вот здесь то что я вам говорила петля из желтого ее можно вот сейчас и завязать потому что чтобы четко подтянулась полотно иначе подтянуть полотно на вязальной машинке тяжко поэтому оставили петлю подлиннее подтянули завязали вообще никаких отверстий все все с напряжением следят что же будет все они мели потому что такого вот крутаса завихрения такого вот как бы не ожидали вот и еще раз скажу что про точнее продолжу что любое изделие которое мы вяжем так как у нас опыт достаточно большой то мы понимаем что можно внести вы точно также как вот эту шапку вот мы сейчас на ходу придумали потому что до этого наталья видите оказывается решила что это можно сделать при посадкой мне мне изначально казалось что если складки то они должны быть как бы складки 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 они все-таки грубоватые много места так что при посадке она мягче я исхожу только из этого светлана хочет более рельефно но смотрите опять же вы видите результаты смотрите на то что вам понравится поэтому и акрил поэтому и рекомендации делать макеты чтобы вы могли именно на макете отработать а не на пряже вот ты ловко но эту ниточку разрезала то есть я думала что я будешь вытаскивать как обычно низку нитку бросим нет тогда я перекошу все полотно ты молодец вот так вот а я молодец да я знаю что молодец так выворачиваем и теперь задача вот это все просто надеть на иглы и закрыть вязать ничего не будем до микро где мы находимся где я могу ну тут вот тут мы располагаться сначала надеваю петли основного полотна потом надеваю петли шапки то что мы собрали а потом надеваем петли второго полотна и таким образом у меня останется это все только закрыт там тут стройная девушка самим нравится да самим нравится потому что фигура мечта ну когда вязали девочки до фигуры после нового встречи нового года да да мы отпраздновали не хотелось бы я после нового года надо держать все в руках я после нового года еду на лыжах и поэтому я думаю что все это быстро уйдет в лыжи в лыжи и в коньки вообще во все это правильно так аккуратно все молчат ждут очередной шедевр ну нет нет девчонки пишут они пишут что завзав пишут что ждут очередной шедевр ну вы можете пока пообщаться пообсуждать что-нибудь может быть у кого-то есть какие-то вопросы проблемы поэтому мы можем пока наталья тут это переодевает потому что это процесс не быстрый этот прием можно было сделать подшив потайным швом или еще как-то на самом деле можно было все получается мы уже посмотрели варианты и вот этот самый мы решили что можно так но на самом деле вот как бы пространство вариантов она огромное велико поэтому вот для тех у кого лень еще больше чем наша вы можете и подшить и то есть тут вопрос то вы уже видели что мы хотим сделать весь вся задача спрятать этот шов так чтобы он не был виден то есть нам кажется что в этом случае это будет смотреться лучше было бы еще лучше если бы мы спрятали это в резинку но наталья сказала что с резинкой будет сложнее переодевать и надевать как бы вот поэтому она еще два ряда сверху провязала посмотрим ошибка это ли не ошибка потому что еще расскажу что эту шапку мы не провязывали в таком варианте мы провязывали такую шапку при без без переворота без перекрута мы это делали три года назад или вот как бы ну вот вот в этом пространстве на посмотреть когда и эта шапка давно существует и когда мы ее вязали то нам казалось что ее можно разнообразить между прочим та шапка тоже была с полосочками с этими с вертикальными полосками с но мы их превратили в косички и шапка несмотря на всю свою простоту была очень интересная очень необычно потому что мы ее сделали и разноцветной полосатой и в то же время еще и с косичками сейчас попробую найти видео может быть даже и удастся что-нибудь показать из того что у нас там было такая тем временем надевают как мы складки надели просто берем декер потому что здесь у меня нет задачи полотно как-то сохранять но никуда не денется и никуда не денется куда никуда главное его на иглы цепить нашла так что вот могу даже показать вот видите это шапочка я нашла этот мастер-класс в нашей подборке мастер-классов которые в нашем плейлисте квадрат некрасовый вот она эта шапочка и если мы ее запускаем то мы можем посмотреть во первых как она вязалась во вторых готовый результат того что мы связали вот это ее сзади вид то есть идет вот здесь вот складка вот видите складка просто и здесь по краю по лицу мы сделали полосочки которые мы сделали потом с перетяжками у нас получились такие очаровательные зажимчики но из-за того что эта шапка может быть многообразным способом сделано то вот мы здесь рассмотрели еще один вариант когда можно будет сделать такой типа кички закрутить подшить и будет тоже необычный такой цветочек то есть этот мастер-класс вы можете посмотреть на нашем канале тоже он в плейлисте и вы сможете посмотреть как мы как мы экспериментировали свое время а когда мы ее вязали сейчас я даже скажу когда у него запись была нет это из из памяти это это значит сбилась у нас мы восстанавливались записи то есть мне не сказать когда она была записана но где-то или в шестнадцатом или семнадцатом году она была а тем временем наталья а что делает это ты уже первый ряд надела или это ты еще или уже надеваешь эту шапку это уже складки надеваешь и ты надеваешь как вот как-то я не вижу как это интересно надеваете я же сказал я надеваю декером берете декером просто протыкаете и надеваете но ты продеваешь через петли через петли через нить не важно они уже никуда не денутся чем меньше вы захватите но самое главное захватить все все пространство не пропустить ничего ну и сверху естественно открытые петли второго полотна они должны надеваться без проблем потому что количество петель тут одинаково остается это все только закрыть можно иглой можно косичкой я буду закрывать косичкой потому что мне это удобно естественно будет такой здоровенный рубец но учитывая то что мы не закрывали косичкой верхнюю часть шапки он будет не столь ужасен каким мог бы быть еще не проснулись наверное наверное еще не проснулись ну зимняя спячка что ты хочешь я вот тоже по утрам очень тяжело стою у меня просто спячка я бы я наверно была медведем или котом ты сова и как бы не нужно вот сразу это до масштабов таких гигантских гигантоманией страдать то ну сова и сова все а то я была бы этом северным полярным медведем не не полярном полярные не спят зимой а я сплю то есть еще и бурый медведь которые гуляют стаями по красной площади то есть мы сейчас вот что сделали мы закончили надевание трубы в отверстие и эти рыжие рыжие эти штуки мы убрали да естественно просто мешают все что вам мешает убирайте сразу тому как ну будет мешать и поэтому набросовые нити опять же надо пускать то что не жалко но то что не портит потому что если вы будете наброс вспомогательную пряжу использовать совсем что-то бушное которое рвется в руках она не поможет нам только помешать равно это должно быть что-то крепкая но акрил идеален вот и для макетов и для вспомогательных вот этих целей идеальный материал и закрываю нашла веревку какая-то тут была ею и закрывала не веревку а нитку конец нитки по веревка вот неуважительно такое отношение к акрилу неуважительная прям скажем ну пока наталья тут закрывает я напоминаю что не забывайте нам очень приятно если вы нажимаете кнопки соц сетей и это видео будет выложено на ваших аккаунтах не не забывайте ставить лайки не забывайте ставить дизлайки если вам не нравится если вам что-то непонятно но нам понятнее когда вы не просто говорить что вам все не нравится вообще все в этом мире фигово а если вы пишете ваш вопрос и говорите мне не нравится потому то потому то но в этом случае мы можем предпринять меры для того чтобы исправить и чтобы это было понятно и вам в том числе как бы всем понятно вам непонятно но значит мы можем сделать так чтобы было и вам понятно но если у вас настроение фиговое то мы этого исправить уже не можем. Поэтому если что-то не так, пишите, что не так. Чем мы можем вам помочь? Ну и конечно же нажимайте кнопочки соцсетей, подписывайтесь на наш канал, потому что мы занимаемся тем, что нам нравится. И конечно же нам приятнее, если мы находимся в кругу единомышленников, тем, кому это понятно и кому это приносит пользу. Потому что нравится, не нравится может определяться тем, что вы просто не понимаете, что мы делаем. Если вы не понимаете, мы можем вам как-то объяснить поподробнее, чтобы машина вязания приносила вам такое удовольствие, какое она приносит нам. Вот то, что мы сейчас заканчиваем 5 сантиметров сборки и шапка будет готова. Да, собственно все. Вот она шапка. Мы во сколько уложились там? Ну во сколько мы уложились? 11.47-1.5 часа. Ну не все шапки занимают много времени. То есть несмотря на то, что вот эта прорезь была достаточно утомительная, но тем не менее все равно шапка получилась достаточно быстрая. Еще надо посмотреть, что она получилась достаточно красивая. Ну, это уже как бы, это эксперимент. Задача эксперимента не состоит в том, чтобы получить окончательный результат. Она, чтобы для анализа получить результат. раз, два, три. Проверяем, что все вот тут сложились. Вот что получается. Убираем все булавки. Ну, вот представьте, если бы мы подшивали потайным швом. Каково это было бы? Это было бы ужасно. Сейчас я уже уберу булавки и... Так, кто брала мою доску? Я? Убрала, убрала. Ну ладно, уже все. Я уже справлюсь. Потому что фрик ушел у меня все время лежит под рукой. Вот. Спасибо, девушки, за интересную идею. Да, я надеюсь, что идея необычно интересная. Это и получается. И очень мягкое, мягкое воплощение. То есть, вы видели, какой там мешок был. Вот потайным, потайным не подшить было. Вот смотрите, ежели руками можно потрогать. Вот потрогай, насколько мягко получилось. Да, да, да. Вот действительно мягко. Утолщения? Утолщения практически нет. Вот казалось бы, шов изнутри, и он должен портить. Ну, не сильно он портит, не сильно. Но он, естественно, есть. А куда вы без него денетесь, если он есть? Если шов есть, можно сделать так, чтобы он был безобразен, а можно сделать так, чтобы он максимально убрать. Слушай, а вот у меня вопрос. А нельзя было сделать так, чтобы вот эту складку надеть на иглы, на нее надеть хвост, и вот это было бы, вот смотри, вот с этой стороны. Вот мы вот так вот вывернули, сюда надели, и вот этот шов был бы вот с этой стороны, не с той стороны, а вот здесь. Вот он как бы вот тут вернулся. Ну, куда загнули, туда можно. Вот так. Так, Светлана имеет в виду... Плохо верить. Сейчас, сейчас. А был бы он с этой стороны, а было бы то же самое, хочу тебе сказать. Потому что что так ты надела, что так ты надела. Вот. Ну, вот я к чему говорю. Что так, что так. Разницы нет никакой. Нет, я к чему говорю. Что в этом случае у нас не было бы вот этого шва. Был бы, а куда бы он делся? Ты имеешь в виду вообще на лицо? Да, 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 да. Светлана имеет в виду совсем не так. Вот. Вот. Мы сделали шов, что он идет внутри шавки. Мы сделали швом. Да. А можно было... А она имеет в виду, что надо было заложить и не выворачивать на изнанку, а сделать шов снаружи, только под складкой. Да. То есть мы бы убрали вот этот шов, он бы торчал у меня вот здесь, но зато тут вот изнутри не было бы ничего. Но с другой стороны, вот что у тебя здесь утолщение, что у тебя здесь утолщение, оно все равно... Не, ну так оно тебе на голову давит, а так оно в эту сторону бы ушло. Вот, может быть, было бы проще. Но смотрится обалденно. В общем, вот наш шов вот здесь вот он идет. Это то, что я вам говорила, что мы делаем его не в традиционном месте, потому что традиционно он бы шел у меня как раз посередине складки. И мы бы маялись тут зашивали. Очень было бы неудобно. Нет, мы бы не маялись сильно, но неудобство было бы с вывязыванием вот этого отверстия. То есть его надо было с двух сторон провязывать и так далее. То есть это уже... Давай сюда. Модель. Не натягивай так сильно, а то ты уж как бы... У нас модель с хвостом сегодня, поэтому с учетом... Теперь... А что такое-то нацепляется? Так, вот что получается. В чем нюанс? Как мерки снимать? Может быть и можно было еще подкрутить. Может быть мы маловато закрутили. Может быть еще надо. Но с другой стороны получилась бы вот такая вот коса, вот непонятная. Не, мне нравится. Нормально. Причем вот это можно приподнять наверх. Почти челма. Делала с учетом хвоста. Я думаю, что надо поуже делать. Вот она свободновато получилась, на мой взгляд. И вот это провисание очень красиво. Смотрится действительно по-восточному, я бы сказала. То есть можно делать... Ну смотри, шов был бы виден. Поэтому мы все сделали правильно. Ну, просто можно было бы ее здесь сделать поменьше. Вот может быть на 5 сантиметров. То есть ты 2,5 делала? Сейчас, чтобы девчонки не думали, как это все сделать. Смотрите, у нас есть длина головы. Вот если мерить от точки лба до точки снизу, 40 сантиметров. То есть полотно мы должны вязать 20. От точки до точки. Так вот мы берем 20, плюс 20 и плюс 10. Это максимум. Не видно, говорят. Ну, это ты вот это. 40 сантиметров. Это... В кадр попадаете. От точки начала шапки до точки максимума. Если мерить через голову, значит делим на 2, получаем 20 сантиметров. У меня длина шапки. Так вот для того, чтобы получить эту шапку 20, плюс 20 и плюс 1 вторая от 20. Итого 50 сантиметров. Может быть одну треть надо делать, я думаю. Вот мне кажется, великовато. Вот мне кажется, надо поменьше. Да, ну давайте одну треть. То есть даже 45 сантиметров получается. Ну да, на улитку похоже, да. То есть получается вот такой расклад. Но опять же, пробуйте, все пробуйте. Потому что в данном случае я делала расчет на хвост. Хвост достаточно объемный. Если хвост убрать, оно повиснет все мешком. Как вы будете носить, в каком виде. Но с другой стороны и хвост пристроен, и не портит прическу. Да. Опять же по ширине, по всему. Вот мне кажется, либо запарена. Я запарила, я сейчас вот когда приглаживала вот этот хвост. Сейчас мы ее немножко подмочим, и она примет свою форму. Да. Ну вот как бы вот видите, шапка получилась необычная. За счет вот этих вот полосок у нее дополнительный рельеф. То есть как будто бы в складке. Вот покрути ее. Как будто бы вот эти дополнительные складки появились. И на мой взгляд, это все-таки придает ей такой вот шарм. То есть это не девочковая шапка, скажем так. Нет, нет. Затылка покажи. Получается достаточно. Действительно вот такая складка, не пойми какая. Как она получилась, откуда она, куда она идет и где она взялась. То есть вот это вот расстояние, я уже говорила, можно и на полшапки растянуть, а можно и в самый узел собрать. То есть можно четверть, можно треть. Можно вообще вот в несколько петель узел сюда сложить. Ну непонятно будет. Может быть и интересно. Вообще вот такой завертом очень даже здорово. Ну как бы завертушка и завертушка вот получилось. То есть вот то, что мы хотели, но мы делаем вывод, что можно было поменьше. То есть когда мы делали прототип, то мы посмотрели насколько усаживается и решили, что вот так будет хорошо. Но возможно резинка вот как бы, если резинку поменьше надо было делать или еще что-то. То есть почему мы вяжем из акрила? Вопрос. Потому что мы вяжем макет. То есть вот то, что мы сейчас связали, это макет. Мы сделали макет и теперь делаем выводы. Когда вы будете вязать, то вы понимаете, что надо сделать не два с половиной, а два и одна треть. Что можно сделать шов внутри. То есть если она будет плотно сидеть, то неважно шов внутри или снаружи. Вязать без вот этих вот удлинений, увеличений и отверстий проще, чем все-таки с этим. Правильно? И если делать вот этот хвост поменьше, то можно тогда делать и шов внутри под этой складкой, вот выводить наружу и тогда он будет тоже красиво смотреться. Со стороны шапки, со стороны резинки все равно не будет ничего видно. Но подшивать изнутри либо подшивать вот отсюда разница во времени есть. Ну я думаю не сильно разница. Если лица с изнанки шить и телодвижения собственно одни и те же, как завернете. Как будет только на голове на самом деле. Вот можно было не провязывать два ряда, сделать прямо в резинку. Это тоже вариант. Ну смотрите. И вот эти ролики, вот ты видишь, они дают ощущение складок. И они перекашивают. Перекашивают, да. Вот это дает ощущение складок. И на мой взгляд это как бы, ну вот, делает обычную шапку такую вот рельефной, фактурной. Вроде бы ничего такого сложного нет, а вроде бы как и чего-то намудрили такое. Поэтому, что у вас получится, мы не знаем. У нас получилось то, что мы хотели. Поэтому экспериментируйте. Ну, что-то у вас получится. То есть наш канал направлен на то, чтобы поделиться с вами своим экспериментом. И я надеюсь, что этот эксперимент получит отражение и в вашем творчестве. Елена говорит, девочки, спасибо за ваши посиделки. Ваша идея вдохновляет на новые вытворялки. Супер. Вот именно то, чего мы и хотели добиться. Ну и, как говорится, если вам все нравится, то подписывайтесь на наш канал. Нажимайте кнопочки соцсетей и приходите на следующие наши вязальные посиделки, которые проходят у нас регулярно по вторникам и четвергам. И мы с вами поделимся следующими нашими идеями. А с вами были Светлана Амельян. Наталья Некрасова. И наши вязальные посиделки связали-побежали. При яснятие в точку. К accusedどъют в несколько раз в pandasky пакетки. Продолжение следует...